Всем привет! На каналах Viosat Sport и Viosat Sport HD мы продолжаем рассказ об истории мирового бокса и о самых значимых событиях 20 века в истории этого замечательного вида спорта. Ну и мы переходим снова к Мохаммеду Али, того периода, когда звали его еще просто Кассиус Клей. Клей, олимпийский чемпион Рима, великий боксер, ну я думаю, что абсолютно не нуждается ни в каких представлениях дополнительных Мохаммед Али. Но в то время, еще раз повторюсь, когда мы сейчас будем видеть этот бой, его все-таки звали еще Кассиус Клей. И это очередной поединок для еще довольно молодого, пусть и очень талантливого боксера. Ну вот, собственно говоря, его представляют против аргентинца Алекса Митефа. Он боксирует. Ну и для Али это, разумеется, просто такой определенный путь к вершине. Кассиус Клей. Многим вещам здесь нужно учиться. Ну и вот через таких соперников его проводят. Как раз бой с Алонсо Джонсоном был три месяца назад, два с половиной месяца назад в июле. Ну и вот Freedom Hall в Луивилле, родном городе Мохаммеда Али, принимает этот бой. У Алекса Митефа к этому моменту 24 победы, 10 поражений. Причем 4 поражения в последних шести боях. И от Кливленда Вильямса и Боба Клеру Митеф падал в нокаут. Алекса Митеф выиграл золотую медаль в тяжелом весе в боксе на панамериканских играх 1955 года. Ну, на самом деле, как-то серьезно относиться к этому достижению, ну, довольно сложно. Потому что Америка не отправляла туда своих лучших боксеров. Они в основном были заинтересованы в олимпийской карьере. Ну, как, кстати, и Кассиус Клэй. Ну и достаточно сказать, что сборная Аргентины выиграла тогда командный зачет в 1955 году, выиграв 4 золотые медали. Но никто не сделал серьезную какую-то профессиональную карьеру настоящую. Причем выиграли-то они в основном в легких весах, естественно. Ну, и американцев мало кто знает. У них было 3 золотые медали. Джозеф Доранда, Пол Райт и Орвилл Питц. Все это тоже фигуры, не оставившие в боксе какого-то серьезного следа. На профессиональном ринге Алекс Митеф выступает с 1956 года. То есть к этому моменту уже 5 лет. Ну и, собственно, до завершения его карьеры остается тоже не так много. Потому что уже стало ясно, что Митеф, ну, ни на что серьезное не способен на профессиональном ринге. Он проигрывал даже средним боксером, вроде Зоро Фоули. Не говоря уж, проигрывал Эдди Мэккену. Выиграл, правда, у Алонса Джонсона, как это сделал и Кассио Сквей. Но это тоже такое достижение довольно сомнительное. Запирает Кассио Сквей в углу своего соперника. Митеф опускает руки. Какая-то такая, мне кажется, не слишком уместная бравада. Потому что все-таки надо понимать, кто против тебя. Кассио Сквей побежал с ударами Митеф, но ничего серьезного не добился. Для Кассио Сквей это великолепный соперник. Здесь как раз можно с, в общем-то, определенной безопасностью для себя научиться довольно многому. Ну, естественно, что абсолютно никаких шансов у Митефа нет на победу, кроме шанса нокаутера. Но у него нокаутов-то, не сказать, что очень много. 14 у Али, к этому моменту, у Кассио Сквей, прошу прощения, 8 боев, 8 побед и 5 нокаутов. Но бокс, конечно, немножко другой, чем на любительском ринге. Нужно перестраиваться. И, естественно, что тренер Кассио Сквей. А с ним работал практически всю его карьеру Анжело Данди. Впервые они встретились в 1957 году, когда Али заявил Анжело Данди, что обязательно станет олимпийским чемпионом. Обещание это выполнил. Ну и вот растит, так сказать, великого в будущем чемпиона. Чемпионом в тяжелом весе к этому моменту является Флойд Паттерсон. И уверен, что является одной из целей Кассио Сквей. Поскольку Флойд Паттерсон, в общем-то, не был натуральным тяжеловесом, в отличие от Куэ. Ну, главная задача Алекса Миттефа – это, конечно, остаться на ногах. Полностью его имя звучит как Пабло Алексис Антонио Миттеф. Вполне возможно, что какие-то корни даже из Советского Союза у него есть, учитывая его фамилию. Методично достаточно обрабатывает Али голову своего соперника. Два апперкота подряд прошло. Хороший такой верхний правый кросс над рукой. И Миттеф просто не успевает защищаться. Он, может быть, даже и видит эти удары, но просто не успевает понять, что происходит на ринге. И в какой опасности в каждую конкретную секунду он находится. Ну и уже можно вот по этому бою наблюдать за остановлением Кассиуса Клея. Понятно, что все мы живем в мире стереотипов. И вот эти слова знаменитые – порхать как бабочка и жалить как пчела, они намертво приклеились к Мохаммеду Али. Ну, на самом деле, тут можно говорить о более конкретных вещах. И нужно говорить о более конкретных вещах. Например, фантастическое чувство дистанции, которое заметно уже здесь. Уже на уровне с таким соперником. Понятно, что дальше Клей или Али разовьет его. И еще дальше. Очень многие удары, которые кажутся вроде бы точными и дошедшими до Али, на самом деле не представляют не то, что угрозы никакой, а и смысла-то не представляют, потому что на излете лишь кончиком перчатки до него дотягивается соперник. Не всегда, но во многих случаях. При этом сам Кассиус Клей, я уже не говорю про вот эту его версию, да, а на данный момент ему 19 лет, он на 7 лет моложе своего соперника. Даже и в поздние годы он-то, в общем, не обладал каким-то нокаутирующим ударом. Ну, чувствует Клей, что контролирует полностью ситуацию. Я думаю, что даже присутствует и какая-то такая тактическая установка. У Кассиус Клей, чтобы не торопиться и не заканчивать этот бой как можно скорее. Все вот эти победы нокаутами, там, в первом и во втором раунде, они ничего не дают. Ну, и определенную такую работу в ринге нужно сделать. Свой следующий бой Мохаммед Али проведет уже против Вилли Бесманова, пусть и такого достаточно часто падающего боксера, но все-таки боксера другого уровня. Кассиус Клей, как и все-таки боксера, как и все-таки боксера, но не боксера, они были тяжелыми. Клей – хороший контролирующий. Хорошие контратаки проводит Кассиус Клей. Ну, и в общем и целом выигрывает раунд за раундом, на мой взгляд. Хотя, как станет известно потом, один из арбитров, Уолтер Бек, вообще умудрился каким-то образом посчитать этот бой в пользу аргентинца. Я не до конца понимаю, как и что могло позволить сделать такой вывод. Но, тем не менее, факт – это факт. Дон Эшбери растаскивает боксеров рефери. Клинч тут особо никому не нужен. Ну, и при том, что все понимают, что Али – это хороший проспект, но все-таки пока великого какого-то чемпионского бокса он не показывает. С другой стороны, я уже повторял, повторюсь, наверное, что Флойд Паттерсон, который владеет титулом в этот момент, для Кассиуса Клей может быть соперником достаточно серьезным. Но встретятся они очень нескоро. А вот Санни Листон – это уже другая совершенно история и другая позиция. Да, Кассиуса Клея. Пятый раунд. Грустит Митев. Мало что у него получается. И он, в общем, по прямой наступает и нашагивает даже, я бы сказал, на своего соперника. И это совершенно бесперспективный вариант, потому что много пропускает уже на вот этой стадии выхода в атаку. Ну, и если так будет продолжаться, то до 10-го раунда Митев просто рискует не дожить. Посмотрите, сколько пропускает и джебы, и правый прямой периодически разряжает. Кассиус Клей и правый кросс мы видели, и апперкоты. В общем, все практически работает. Может быть, боковых ударов не так много, но они в данной ситуации, похоже, что и не особенно нужны. Большое время. Еще, пожалуйста, левой прямой. Не очень сильный, но он и не бьет сильно. Он не делает ставку на это. Вообще, Мохаммед Али, конечно, был явлением не только с точки зрения того, что он делал в ринге. Его уже в молодые годы прозвали Большой Рот, поскольку он очень много говорил все время. И, в общем-то, это первый боксер, который начал делать себе звездную карьеру не только в ринге, но и за его пределами. Предшественникам особо было некому. Джо Луис этим не интересовался, тем более это было неинтересно. Рокки Марсиано из-за Зарда Чарльза и Джерси Джо Уолкота никакую суперзвезду сделать было невозможно. Хлойд Паттерсон очень быстро обнаружил у себя стеклянную челюсть и тоже, в общем-то, воспринимался как-то так снисходительно. Ну, а наглый и не признающий авторитетов Кассио Склей, это было, в общем, то, что нужно в те годы. Есть легенда о том, что он встретился с Ингемаром Юхансоном в тренировочном зале в Майами. Юхансон пришел и не обнаружил своих спарринг-партнеров там, зато обнаружил Клея, который стал с ним разговаривать в очень брутальной и не слишком уважительной манере, как будто это он был на тот момент чемпионом мира. А когда они стали в спарринг по инициативе Юхансона, молодой Али просто деклассировал шведа, при том, что не дрался на 100%. И при этом он не молчал, он постоянно все озвучивал, все комментировал, говорил, что он должен идти на Паттерсона, а не такая бездарность, которая стоит напротив. Шестой раунд. Ну и понесся Алием буквально на своего соперника в начале раунда. Как он потом рассказывал, что его план был два джеба, быстрый правый и затем левый хук, но до левого хука дело обычно не доходит. Потому что Митефа относит назад куда-то от первых же ударов. Понятно, что Митеф с большим удовольствием вяжет руки своему сопернику. О, осмелел-то как. И, кстати говоря, два левого хука подряд пришлись точно в цель. У аргентинца. Правым прямым Али встречает очередную атаку. Митеф прижимается к канатам. В общем, это не то, что нужно. И очень быстрый удар справа. И Митеф оказывается на полу. Встает. И все. И рефери считает, что хоть он и встал, но он все-таки слишком потрясен и продолжать бой он не может. Кстати, рефери был абсолютно прав Дон Эшбери, потому что в раздевалке Митеф продолжал спрашивать своих секундантов, что случилось. И они ему объясняли, что только что его нокаутировал Кассиус Клей. Ну, вот очередная победа, девятая для Клея. Анжело Данди очень рад, разумеется. Но впереди еще достаточно долгий путь. Это октябрь 1961 года. А чемпионом Кассиус Клей станет в июне 1964, абсолютным чемпионом. Сам, собственно говоря, титул выиграет в феврале 1964. Ну и хороший бой, хорошая работа. Все, что было нужно. И все, что было запланировано, видимо, Анжело Данди, он сделал. Митеф не до конца все-таки соображает, что происходит. Это очевидно. Объясняет даже тут что-то в Дон Эсбери, хотя что уж тут объяснять. По-моему, и так все понятно, без слов. Девятая победа будущего великого чемпиона. Будущего Мохаммеда Али. Тогда еще Кассиуса Клея. Но скоро придется уехать из Луи-Вилля. Все-таки боксировать уже в других местах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok